Волонтёры творческого объединения своим недавно отправили два гуманитарных груза, которые собирали всё лето. Две «Газели» с необходимыми вещами, продуктами и медикаментами для солдат СВО уехал под Херсон. Также к добровольцам обратились родственники саровских танкистов. И ещё одна машина уехала под Артёмовск. В каждую посылку волонтёры стараются вложить подбадривающие подарки и письма. Объединение планирует в конце сентября снова посетить госпиталь в Мулино. Сейчас к волонтёрам пришёл запрос от новой формирующейся роты. Будем сейчас срочно отшивать им в течение месяца 150 дождевиков, нужно 155 точников, эвакуационные стропы тоже всё по 150. Вот такие вот объёмы достаточно серьёзные для нас. И 40 маскировочных сетей. То есть для нас это очень серьёзный объём. Мы фактически будем работать каждый день без выходных. С наступлением осени пришли и первые холода. Поэтому теперь волонтёры будут в больших объёмах вязать тёплые вещи для бойцов. Саровчане тоже могут приносить в объединение тёплые носки, перчатки, кофты и термобельё. Гуманитарную помощь отправляют регулярно. Так что всегда актуальны продукты, предметы гигиены, медикаменты. Ознакомиться со списком необходимых вещей можно в группе ВКонтакте «Творческое объединение своим». В любой день может прийти запрос с фронта, от наших земляков, от наших саровчан может прийти запрос. И мы обязаны сразу же как бы помочь. К нам бывают индивидуальные просьбы. Приходят родственники, например, мама, которого сыну служат на передовой сейчас, да, там брат или там сестра там или ещё кто-то обращается. Родственники, дяди, тёти приходят. Мы делаем адресные сборы. Также в каждый комплект для военнослужащих кладут атлас первой помощи, который напечатала типография в НИЭФа и передала в дар объединению. В пособии можно найти пошаговые подробные инструкции о правилах оказания медицинской помощи в полевых условиях. В атласе есть и картинки. Бумага книжки специальная, непромокаемая. Для военных аптечек волонтёры продолжают изготавливать нефопамницы и ампульницы. Всех желающих приглашают присоединиться к плетению маскировочных сетей. Много рабочих рук. Тем более, что на маскировочные сети тоже большой запрос. Только будем очень рады. Объём у нас сейчас заказ большой. Маскировочные сети в каждом запросе. Вот мы сейчас их отправили порядка 20 с лишним маскировочных сетей. Вот в Гаубичный дивизион, ребятам-танкистам. В Саранск направили шесть сетей. Оттуда у нас пришёл запрос. Очень слёзно просили помочь ребятам-сапёрам. Объединение своим также просит саровчан приносить ненужную старую военную форму. Единственное условие – одежда должна быть чистой. Ткань пойдёт на изготовление маскировочных костюмов.